А он такой. Хомяки с кошками не дерутся. Да ну, вот так прямо сказал. Сижу дуюсь, а тут. Рики, как залез в это колесо, Клаки. Как давай там с ней это, чики-пуки. Интересно, чё это такое? Какая-то что ли посылка? Тихо, не идёт. Всё, на прогулки больше никто не ходит. Почему? Как это? Пока не наденет защиту. Я готова надеть что угодно, лишь бы гулять. Даже доспехи рыцаря, Киса Алиса. Ой, отстань у мечу. Ну чё ты, ну правда? А они тяжёлые? Полный комплект боевых доспехов обычно весит до 25 килограмм. Плюс шлем килограмма 4. Ой, Эйвен, как всегда. Чё, да ну, я в этом даже встать не смогу. Ну, ваша защита, которую я купила, весит всего несколько грамм. О, ну это меняет дело. Ань, ну это же просто какая-то резиновая штука. От чего она может нас защитить? Угадайте. Может, её надо съесть? Мишке лишь бы что-нибудь съесть, ни в коем случае нельзя это есть. Может, ей играть надо? Играть ею тоже нельзя, Юмичу. Не, ну а что тогда? Я сдаюсь. А я, кажется, знаю, её надо с собой носить. Почти, Киса Алиса. Идите кто-нибудь сюда, я покажу, как её надеть, и вы поймёте, что это. Надеть? Делаем всё по инструкции. Я как парень чур первый пробую. Удаляем вот эти вот маленькие перемычки. Достаем из пакетика три специальных светоотражателя. Размер можно регулировать. Надеваем. Затягиваем, но только не сильно и не слабо, чтобы между ошейником и шейкой влазили ваши два пальца. А теперь крепим наши светоотражатели, чтобы их было видно. Я не хочу светиться в темноте, как зомби. Эйвен, они не светятся в темноте, они всего лишь отражают от себя свет. Например, свет от фар автомобиля, и водитель тебя увидит, если что, вдруг. Ну и отчего нас может защитить простой ошейник? А вот и непростой. Это ошейник Фореста от компании Байер, и он помогает защитить вас от блох и клещей, которыми опасны любые прогулки на улице. Некоторые питомцы погибают от этих мерзких паразитов, и каждый ответственный хозяин должен не забывать заботиться о своих питомцах, особенно сейчас. Крутяк, но только всё равно непонятно. Что тебе непонятно, Юми? Как? Да, как даже непростой ошейник может защитить нас от блох и клещей? Ну, когда ошейник надеваешь, он начинает взаимодействовать с вашей кожей и шерсткой, и то, что входит в состав этого ошейника, постепенно за один-два дня распределяется по вам. И всякие мерзкие паразиты, когда попали на вас, хотят скорее убежать, не успевая вас укусить. А если они уже есть, они погибают. Пока киска Алиска спит. Какая вкусная мышка, думала убежать? Ох, всё это звучит очень впечатляюще. Да, но вот, а сколько это работает? До восьми месяцев защиты, Софиша. Но теперь мы не сможем спать с тобой в кровати, и ты не будешь нас гладить. Вы что, я же не паразит, на меня это не действует, я могу вас и гладить, и брать в кровать, ничего не меняется. Крутяк, мы прям как в игре. Ага, у нас теперь повысилась защита. Ну да. Ань, всем, кто нас смотрит, нужно оставить внизу в описании ссылку, чтобы они тоже пошли и заказали своим питомцам такие штуки. Эти клещи жутко опасные монстры, и блохи тоже переносят всякие болезни. Конечно, ведь наши зрители ответственные хозяева, а учитывая, что ошейник работает до восьми месяцев, получается это совсем недорого на такой срок. Эээ, ну и где моя защита? Я хочу гулять. Вообще-то она уже на тебе, киса Алиса. Так это был не сон, а? Ну всё, всем пока. Киса Алиса, подожди нас, мы тоже в защите. Ну что, можно гулять? А ну стой. Погодите, а обедать-то будем до того, как гулять пойдём? Иди, Мишка, вместе со мной пообедай травой. Юмичу, хватит есть траву, хотя она вкусная. Вы что, хватит есть траву, хотя она вкусная. Ладно, хотя бы травой пообедаю. Да, угощайся. О мой кошачий бог, с кем я живу? Круто мы погуляли, да? Да, да, класс. И супер влог на Мэджик Фэмили сняли. Да, про то, что случилось в том гнезде Алистов. И не только в нём. Он уже через пару дней выйдет на том канале. А давайте сегодня рассказывать истории с детства. О, прикольная идея, Юмичу, что-то про себя в детстве. О, классно. Сегодня чёрт я первая начинаю. История из моего детства. Как-то раз в один прекрасный день, когда я была маленькая, я как обычно занималась супер важными делами. Прыгала по полкам, лазила по тоннелям, ловила хвост покемона Юмичу и драла его как веник. В детстве это было одним из моих самых любимых занятий. Да, уж это точно. Попался веник. Кисалис, давай к истории уже. Ну так вот, Аня решила нас познакомить. Мы же уже были знакомы. Да нет же, не с вами. А с кем? А я не сказала? Нет. А, ну с хомячками. Рики и Лаки. Она рассказывала об этом на канале, сидела и всё болтала и болтала. А Юмичу вечно лезла ко мне своим языком. И мы всё это время решали, кто из нас круче. А по-моему, мы играли. Ну ты, может, и играла. А я лично, когда была котёнком, всегда хотела тебя победить. Ах ты, а я? Ладно, проехали. Что дальше-то было? Ну вот, значит, принесла мне этих коттеджей гигантские в комнату. Я ж тогда не знала, кто такие хомячки. И вообще, кроме собак, никого не видела. Да я сама думала, что я собака. А тут такие существа мелкие ползают, что-то там ворошкаются, шебуршатся. Я думала, это супер-мега маленькие собачки. Но тогда почему Аня не разрешает мне с ними познакомиться? И почему собачки живут в своих мини-коттеджах? У них свои туннели не как у меня. Свои домики совсем не такие, как у собак. А ещё, они зачем-то бегают в какой-то странной штуке. Быстро-быстро. Как у них только ноги не отваливаются. И почему они выглядят по-другому. И самое главное, почему они так вкусно пахнут. Как, как еда. Ты что, хотела их съесть? Ну, я была ребёнком. Я не знала тогда, что большие котики любят полакомиться маленькими грызунами. Поэтому нет, я просто хотела с ними играть. Даже Юми не могла меня надолго отвлечь. А вот Аня, видимо, что-то знала. Поэтому, когда я пыталась отделаться от покемона и просить её открыть домики этих мини-догов, она сказала, что я буду с ними знакомиться только под её присмотром. Короче, просто занудство какое-то. Она говорит, ну что, ты готова, киса Алиса? Я говорю, да, да, доставай уже. Ты уже привыкла к запаху? Да, 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 да. Точно всё будет хорошо. Да чё такого-то, ну? И, наконец-то, открыла заветную дверь. А расскажи самую жесть. Погоди, Покемон, я ещё до этого дойду. А что было? Погодите. Короче говоря, достаёт Аня его из коттеджа. Я смотрю и не понимаю, куда он делся-то из коттеджа вдруг. Так Аня же его вытащила. Ну, ты ж потом его заметила или как-ли как. И ты бегом пошла ознакомиться, да? Ну, почти. Я решила в дом залезть и посмотреть, куда он пропал-то. Аня, как всегда, занудничает и говорит, киса Алиса, куда ты лезешь? Ну-ка, вылазь оттуда водавай. Я говорю, зверек исчез, ты что, ну? Она отвечает, ты что? Ну вот же он у меня в руках. И тут я вижу точно, как я не заметила. Вот так мы начали знакомиться с Рики. Я ей говорю, покажи поближе, дай понюхать. А он меня в ответ тоже вроде понюхал. А я такая, ну и классно, что, собака маленькая, ну и ладно. Аня говорит, какая собака, это же хомяк. А я такая, а, ну хомяк, ну ясно, понятно, но домик у него прикольный. Я тоже себе такой хочу. А вот это получается, беленькая, это тоже что ли не собака, это уже хомяк. Аня говорит, смотри, у них еще домик вот такой, деревянный. Они тут бегают, сидят, колечка крутят, на котельках качаются. И тут я застоилась и хочу его хоть. Аня опять начинает, ты что, нельзя, это же хомячок, киса Алиса. А я такая, и что, драться с тобой нельзя теперь. Аня говорит, нельзя, как будто я ее спрашиваю. Ты говорю, сам отвечай за себя. А он такой, хомяки с кошками не дерутся. Да ну, вот так прямо сказал. Ага, сказал и пошел. Я говорю, ты что, какая тебе кошка? И кто такой хомяк? А он тут подходит из-за угла и говорит. Ну смотри, я хомяк, а ты кошка, просто маленькая. Собака, слышь, я вспомнила этот момент. Ага, потом сидим мы, значит, с ним разбираемся. А тут Аня приносит эту белую лаки. Я ей говорю, ты тоже хомяк, да? А она говорит, да, я хомяк, а ты кошка. А я ей и ты туда же, вы что, сговорились? И тут Аня, не трогай, не обижай. Ой, да больно надо было. Сижу, дуюсь, а тут Рики, как залез в это колесо к лаки. Как давай там с ней это, чики-пуки. Я им говорю, вы что, вообще что ли, что позоритесь на людях-то. И они вроде как успокоились, а потом опять давай, что-то там суетятся, там целуются, обнимаются, ну вообще. Кх-кх, киса Алиса, какие чики-пуки? Настоящие чики-пуки, понимаешь? Они потом ему говорят, и Рики, ты что, нам дети не нужны? Эээ, зачем такие подробности? Ох, киса Алиса, ну даёшь. А чё, они же делали чё? Вот именно, чё к ней пристали? А потом Рики как с домика шлёпнулся, Аня как мамка такая, ой-ой-ой. Бедняжка, да всё с ним нормально было, я ему ничего не делала. Потом Аня их ещё отпускала, они бегали, а я всю дорогу сдерживалась, как бы не тронуть их лишний раз. Я ж тогда не знала, что большие котики едят мышей. А хомяк это почти что мышь, поэтому во мне инстинкт такой был. Хотелось поймать, поиграть, подраться, покусаться. Может и сожрать, но я никогда Рики и Лаки не обижала. Они всё равно для меня стали частью семьи. Да уж, а когда я была маленькая, я постоянно куда-то залазила и не могла потом оттуда выбраться. А я, когда был маленьким, я вечно где-то ходил-бродил, и Аня меня всё время теряла. А я, а я... А давайте, давайте ребята выберут, кто в следующий раз будет рассказывать историю с детства. И напишут в комментариях и поставят лайк, если хотят ещё. А пока идите смотрите видео на Мэджик Фэмили. Ёмич, вот обязательно так суетиться.